Добрый вечер! Вы на Щелковском и это время диалога. Мы работаем в прямом эфире и к нам можно позвонить, задать свои вопросы по телефону 71440-71450. Ну а вопросы сегодня можно будет задать председателю комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Николаю Павлову. Добрый вечер! Добрый вечер! Николай Николаевич! Ну что, замечательная тема у нас сегодня, несколько тем очень нужных, очень современных и, я бы сказала, такие, знаете, такие на злобу дня, потому что спорт, физическая культура – это сегодня профилактика, это сегодня образ жизни, это сегодня то, что нужно всем людям любого возраста. Начать хотелось бы, наверное, с такой темы важной и темы, которая, как говорится, сегодня для всех людей актуальна эта тема активного долголетия. Согласен. Такая, очень, знаете, она сейчас во всем мире популярна. Недавно видела ролик из Китая, где люди в пенсионном возрасте, которым не даже этот пенсионный был глубоком, так активно себя позиционируют, занимаются на свежем воздухе, на объектах, на физкультурных. У нас, как в городском округе, с этим и лап стоит. Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Московской области, принял проект, это его личный проект «Активные долголетия в Подмосковье». Щелка, он реализуется достаточно давно. Другое дело, что он не был формализован. Может быть, в формализации есть некоторая такая двойственная история, но вместе с тем мы эту историю приняли на ура, мы поддерживаем проект губернатора. У нас щелка, он развивается активно и в культурных учреждениях, и в спортивных учреждениях. «Активные долголетия» – это программа для женщин старше 55, мужчин старше 60. Это различные виды активностей. Это и скандинавская ходьба, это и общая физическая подготовка, это и пение, это и творчество, это и экскурсии выходного дня, и просто экскурсии по Подмосковью на брендированном автобусе. Нам поставили цель, и мы эту цель, в общем-то, уже практически достигли, создать клуб активного долголетия. Долго думали, где его организовать, и приняли решение, что универсальный спортивный комплекс Подмосковья – самое подходящее место для этого клуба, поскольку там уже в течение 10 лет развиваются различные активности для этой категории граждан, для взрослых и активных. Это и йога у нас там, есть и другие виды, общая физическая подготовка. Одним словом, всех приглашаем в клуб активного долголетия, мы ждем звоночков, и записывайтесь. Понятно, что группы у нас на начало сезона были набраны, но мы ждем звонков для чего и вашей реакции для вступления в клуб, для того, чтобы набирать новые группы, подбирать инструкторов. Инструкторы должны иметь специальное образование, и чтобы потом нагружать и эти группы отправлять в свободное плавание для решения главной задачи – задачи активного долголетия. То есть не сидите дома, если вы понимаете, что хотите заниматься, занимайтесь, выходите, и вам помогут в этом профессиональности. Совершенно верно. Телефончик один есть, 287-44, он знаком для пенсионеров, это комплексный центр социальной защиты населения, ну, центр социального обслуживания населения. Там тоже ответят на ваши вопросы, также вас сориентируют. Но мы должны сказать еще вот о чем. Многие из людей старшего поколения уже активно изучают и пользуются гаджетами современными, компьютерами. Вот сайт есть активное долголетие, долголетие.мусред.ру. Вот на этом сайте есть возможность записаться на конкретную активность. Вам ответят, вас запишут в соответствующую группу, перезвонят, обратная связь налажена, и пригласят на первое занятие. По активному долголетию должен обязательно сказать, что вот 24 ноября у нас на Воронке, на Дальнем Воронке, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом состоится очень важное мероприятие с участием Александра Мамонтова, руководителя ассоциации по скандинавской или северной, как ее называют, ходьбе. Он специально приедет к нам в Щелково. В 10 часов утра начнется регистрация. В 11 мы с вами сможем получить все возможные активности и получить консультацию такого значительного и очень важного специалиста, опытного по скандинавской ходьбе, и пройти экспериментальную, будем так говорить, милю по парку. Обещают хорошую погоду морозную. Ну дай бог, потому что я знаю, что по скандинавской ходьбе конкретно противопоказаний практически нет никаких. Абсолютно. Не по возрасту, от мала до велика, и самые различные возрасты. Вместе с тем я должен все-таки сделать маленькую ремарочку. Скандинавская ходьба, любая активность, любой вид активности, в том числе и общая физическая подготовка, все-таки требует присмотра врача. Здесь я очень коротко скажу, что каждый из нас имеет возможность пройти диспансеризацию, посмотреть себя, каково состояние. Потому что если вы придете к нам в спортивное сооружение, если запишетесь в секцию, и дай бог, конечно, вы будете включены в эту группу, вас все равно попросят принести заключение врача, терапевта, который расскажет, что да, показан этот вид активности. А для того, чтобы облегчить жизнь и нам, и вам, пройдите диспансеризацию. Она абсолютно бесплатна по месту регистрации, по месту приписки к тому или иному медицинскому учреждению. Спорту все и возрасты покорны, и все группы населения. Вот адаптивный спорт, который сегодня очень активно развивается. Центр «Спартанец», который готовит не просто людей, а с определенными особенностями, а выращивает чемпионов уже, которыми мы можем гордиться. Давайте о нем поговорим. Недавно юбилей замечательный отметил этот центр. Все-таки хотелось бы его значимость и в рамках округа, и я так понимаю, что и не только отметить. Конечно. По «Спартанцу» нашему 20 лет. В 1999 году он стал первой такой организацией, которая была создана в Подмосковье. 20 лет мы отметили буквально на днях, в эти выходные. Было много гостей. Мы отметили эту дату специальной спартакиадой. Участвовало более 200 человек. Для нас это отрадно. Сейчас в Подмосковье 30 таких учреждений. Но мы все равно первые. Более того, у нас развиваются различные виды спорта. Для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Это наша базовая история. Это боча, легкая атлетика, волейбол, сидя и настольный теннис. В спорте лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия, которые проводят по плаванию и настольному теннису. Мы впервые в 2018 году создали команду по футболу с заболеванием, церебральным проличом. И за вот этот год с небольшим у нас команда успела поучаствовать во всероссийской спартакиаде инвалидов 2019 года. Мы на первенстве России стали четвертыми, а на кубке губернатора Ленинградской области стали третьими. Это серьезный результат и тренерского состава, и ребят молодцы. Мы всячески поддерживаем. Ну а говорить о наших победителях, о наших, можно долго, и фамилии самые разные. Начнем с паралимпийской чемпионки Раисы Чабаники, помните, да? Семочкин Сергей и Юлия Себогатова. Ну, мы помним их, наших велосипедистов, паралимпийцев, те, которые стали чемпионами мира и различных международных соревнованиях. Светлана Паршина тоже, которая... Светлана Паршина-Керлинг, да, но вы знаете, что кандидат в мастера спорта. Она советник главы городского округа Щелкова по делам инвалидов. И помимо того, что она активно занимается спортом и активно его пропагандирует, она еще обеспечивает надзор за производством работ по доступной среде. Доступная среда, да. Дело в том, что доступная среда – это история не только для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это очень широкая история. Это не только для инвалидов история, но и для мамочек с колясками, для других маломобильных групп населения. Одним словом, у Светлана Юрьевна очень серьезная и ответственная работа. Ну и удачи, конечно, в этом важном деле. Спорт, он и спорт больших достижений, да, которые у нас в районе также развиваются. И чемпионы в разных направлениях. Особенно я вот для себя отметила, что в восточных единоборствах, да, у нас. Ну, в единоборствах, будем так говорить. Да, 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 ну, в единоборствах прям вот активно у нас наши ребята побеждают, выигрывают и на различных чемпионатах представляют. Есть чем гордиться. Есть. Ну, такие кадры растим. В общем-то, надо сказать, что спорт в нашем округе – это действительно такая марка, да? Да. Джумбер Алишаевич и Ройни Алишаевич Абуладзе подготовили серьезных спортсменов. Яга Абуладзе, да, дзюдо – это серьезная история. Наше отделение спортивной школы по дзюдо – это лучшее отделение не только в Московской области. И полагаю, что и Центральный федеральный округ нами гордится, поскольку, ну, реальные результаты, реальные победы. И важно, что есть цель, к этой цели спортсмены стремятся. Ну, наши шашисты – это известные победители. Наш лыжероллер Александр Григорьев – победитель первенств мира и победитель и призер всевозможных международных соревнований. Ну, наша гордость. Да, много можно говорить. Мы можем перечислять фамилий много, не хочется никого обижать. И реально, ну, про шашистов Ивана Ильясова все-таки вспомню. Он молодой, он очень долго ждал, когда же ему присвоят звание мастера спорта. России мы поздравляем, это звание к нему пришло. Хотя он уж давно, давно выполнил все возможные нормативы. Он уже, в общем, каких только наград, мне сложно сказать, не получил. Ну, вот гордимся, да, наверное, этим и будем продолжать в этом направлении. Понимаете, вот гордость – это все-таки мы называем стремление к победе и движение вперед. Стимул такой. Стимул такой, конечно. Сегодняшние достижения – это лишь основа для того, чтобы двигаться вперед. Несомненно. Вот заложены были у нас серьезные основы для развития тхэкондо. Вспоминаем тренера Новицкого, говорим об Алексея Локоткове. Вот у него Роман Кулаженко выстрелил и выполнил нормативы кандидата мастера. В выходные мы честовали этого парня, молодого, яркого, дерзкого. И его тренеры, конечно, говорили спасибо родителям. Одним словом, есть куда стремиться. Мы рады этому обстоятельству. Ну, спорт больших достижений невозможен без спорта общего, массового, потому что с этого, в общем-то, многое начинается. Да, наша основная, вот мы часто разговариваем с коллегами, с депутатами, и многие интересуются. Ну вот, давайте расскажите, как у нас развивается спорт высших достижений. Вот к чему надо стремиться, в какой вид спорта надо вкладывать. Да надо вкладывать и в плавание. Вот я не сказал про достижения пловцов, а у нас и плавание с ластами шикарно развивается, и плавание развивается шикарно, потому что есть мастера спорта появились. Понимаете? И, несмотря на то, что в Щелкове нет полноценного бассейна, о котором мы мечтаем, да, возможно, вот первым появится бассейн Монина, вот, потом все-таки мы мечтаем о бассейне в Щелково-7, может быть, он появится где-то в другом месте, потому что сейчас на стадии проработки первичной документации работают замечаниями Минстроя по этому объекту. Как и по объекту, по спортивной гимнастике. Спортивная гимнастика у нас развивается уже в течение, там, ну, я не совру, практически более 80 лет. Наверное, и спорт-то у нас начинался как, ну, в Щелкове, как спортивная гимнастика, по факту. Поэтому, ну, отделение было создано позже, там, в 40-е годы. Вот, в 50-е был переведен в одно из крыльев Дома культуры, ну, Дворца культуры на Воронке. Вот, и вот с тех пор у нас ни одного спортивного сооружения для спортивной гимнастики не построено. Это наша беда, это, ну, стыдно, конечно. Надо исправлять ситуацию, да. Вот мы пытаемся, и один из проектов, о которых мы говорим, это физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой. Сначала его хотели посадить на свободное место на Пролетарском проспекте. Но, к сожалению, проект, который мы выбрали, он туда не садится полностью. И поэтому сейчас подыскивается новое место для этого ФОКа. Полагаю, что все-таки мы добьем, вот я назвал эти две истории, связанные с бассейном и со спортивной гимнастикой, поскольку развитие других видов у нас, в общем-то, имеет, ну, если не достаточную, там, в полном объеме, то существенную базу для хороших результатов. Но зато у нас есть универсальный спорткомплекс в Подмосковье, роскошный, шикарный, где не первый год уже проводят замечательный наш комплекс ГТО. Да, в 2017 году мы стали, по итогам 2017 года, стали лучшими в России. Это впервые такая номинация Министерством спорта Российской Федерации была введена. И мы стали первыми из первых. То есть это приятно. Наша история запечатлена в Музее спорта, в Минспорте России. Поэтому мы горды этим. Да, тем более мы с таким удовольствием посещаем всегда эти фестивали. Если вы помните, в 2015 году, когда только-только создали, 31 марта мы создали центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. А 7 апреля, во Всемирный день здоровья, мы провели первый областной фестиваль ГТО. Центральная площадка была в Щелкове. К нам приехали именитые гости. Нас трансферировали по всем каналам центрального телевидения. Поэтому мы горды этим. Нам доверили провести мероприятие. Было участников свыше 2000 человек. Это о чем-то говорит. У нас профессиональные судьи, которые проходят обучение, которые участвуют в семинарах, повышают свою квалификацию. Мы, конечно, пытаемся их стимулировать. Это в основном тренеры и инструктора наших спортивных учреждений. Это спортивные школы, детско-юношеская спортивная школа городского округа Щелково. Это и наш универсальный спортивный комплекс под Москвой, и физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы начали и работаем с учреждениями в бывших поселениях, ныне в микрорайонах городского округа Щелково. Одним словом, центр тестирования ГТО у нас работает, чтобы предвосхитить вопросы, в каком возрасте надо идти сдавать. От шести лет. А каков предел? Предела нет. Одним словом, 11 ступеней ГТО. Прежде чем прийти в центр тестирования, вам необходимо пройти регистрацию. Если у вас не получается пройти регистрацию, вы приходите в центр тестирования, а он работает с 9 до 6 в любой рабочий день. Он работает и в субботу. Он работает у нас по предварительной записи. Одним словом, если какие-то вопросы есть, вы позвоните в спорткомитет, телефон 67626, 67626 вам ответят и пригласят в центр тестирования. На самом деле в группе ВКонтакте есть прямая связь с коллегами. И любой человек, имеющий допуск врача, я опять подчеркиваю, это очень важно, имеет возможность выполнить нормативы. Особенно это актуально для старшеклассников. Коллеги, кто смотрит, родители, мама, папа, бабушки, дедушки. Сами старшеклассники, наверное, заглядывают иногда в экран телевизора между подготовками к ЕГЭ. Надеюсь. Я имею в виду, что большие плюсы, большие преференции для выпускников школ, которые имеют знаки отличия ГТО. И не путайте, раньше были значки, доставались из корзинки, и, может быть, где-то были перегибы, и, может быть, где-то не совсем, так сказать, объективно вписывались результаты. Теперь эта история у нас электронная, вы знаете, для того, чтобы пройти нормативы, вам необходимо, первое, пройти обследование у врача, второе, вы должны зарегистрироваться на сайте gto.ru. Вы зарегистрировались, там все рассказали вам, вам сразу все рассказали, какой вид вы сдаете. Результаты практически, ну, не в онлайн-режиме, а после того, как обрабатываются протоколы, заносятся, и вы видите, какие у вас есть долги по, так сказать, или к чему вам надо стремиться, чтобы получить золотой знак отличия в ФСК ГТО. И продолжение темы, у нас проходил вот недавно совсем такой статусный фестиваль на свежем воздухе, приехало тоже очень много команд, уже таких подготовленных, подготовленных к участию. Да, это областной фестиваль. Просто у нас сюжетик готов, да, я предлагаю сейчас посмотреть, потому что было действительно очень красочно, ярко, давайте отвлечемся ненадолго и посмотрим сюжет о фестивале ГТО на свежем воздухе войска под Пасховьево. И к физическому активному труду, и к получению удовольствия от пребывания на свежем воздухе они готовы. Бег, наклон вперед, прыжок в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на перекладинах, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, прицельная стрельба из винтовки. Вот дисциплины, которые выполняли на площадке универсального спорткомплекса Подмосковья. Областной уровень мероприятия подтверждают участники из разных городов Подмосковья. 30 команд и более 500 человек, все готовы к состязаниям. Знаете, очень приятно организовывать и проводить именно командные соревнования. Только в команде познается, вот так сказать, суть человека. Ведь ты выступаешь не только за себя, но за свой коллектив. Есть чувство ответственности не подвести, сделать лучше, краше, лучше, чем другие и победить. Команды состояли из хорошо подготовленных спортсменов. Каждый выложился на максимум, чтобы показать уровень физической подготовки. Комплекс ГТО имеет таблицы нормативов, где учитывается пол и возраст участников. По сути, сдать его может любой желающий. Но, как и к любым спортивным соревнованиям, подготовиться все же нужно. Это физкультурное мероприятие, здесь рекорды не важны. Спорт есть спорт. Главное участие. Главное участие. Командный блок. Да. Мы спортсмены, и для нас просто это... Как соревнования? Да, да, конечно. Только соревновательный момент. Участие участием, а победитель все-таки должен быть. На этот раз сильнейшей в сдаче норм ГТО оказалась команда из городского округа Ступина. Поздравляем победителя. Да, отличная история. Спасибо, что Московская область, Министерство физической культуры и спорта Московской области нам доверяет проведение подобных мероприятий. Но я уже сказал, что это не первый год. У нас проходили областные фестивали и по скандинавской ходьбе. И, если вы знаете это, впервые мы выполняли норматив ГТО по скандинавской ходьбе. Также было областное мероприятие. Ну, приятно, что у нас площадки достаточно подготовлены. Все они находятся в реестре спортивных сооружений Министерства спорта Российской Федерации. У нас сейчас подтягивается физкультурно-оздоровительный комплекс в Огудневе. Мы его обкатываем на первенстве или на чемпионате городского округа Щелково по футболу. Сейчас несколько групп будет там участвовать. В соревновательной части. Поэтому туда мы заведем и на всероссийские наши соревнования в том числе. Потому что вот в прошлом году мини-футбол в школу проходил на площадке исключительно Щелково. Хотя раньше использовали и Ивантеевку, и Фрязино. А в этот раз физкультурно-оздоровительный комплекс на Воронке и универсальный спортивный комплекс Подмосковья. Под ключем еще и Огуднево и у нас вот все будет замечательно, красиво, ярко. Так здорово, что все будет под одной эгидой городского округа Щелково. То есть это не будет какое-то отдельное поселение. Это все-таки будет вот такая мощная структура спортивная именно от... Мы мечтаем об этом, чтобы у нас все жители городского округа Щелково имели возможность получать услуги спортивных сооружений на уровне центральной части, будем так говорить, городского округа. Эту тему мы продолжим. Звоночек у нас есть. В студию дозвонились. Добрый вечер. Вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Щеменко. Хотел бы задать вопрос по поводу мелькутбольного клуба «Подзембурга». Какие у него перспективы? И может ли возникнуть команда по большому футболу в Щелковском районе? Ну, большое спасибо за вопрос. Да, всем до вопроса. Да, мы все помним о том, что у нас была и команда по большому футболу «Спартак» Щелково. Мини-футбольный клуб «Спартак» Московская область становился обладателем Кубка России. Играл в суперлиге. Да, легендарная футбольная футбольная футбольная. Поэтому, конечно, у нас в Щелкове огромная история футбольная. Она не прекращается. Федерация футбола очень мощная организация. Поэтому мы были очень рады, когда пришла команда «Подзембургаза» и представила команду «Газпромбургаза», которая сейчас выступает в высшей лиге и показывает очень интересную игру. Рекомендую всем посещать игры. Объявления есть и на наших, так сказать, страничках в интернете. И, в общем-то, в универсальном спортивном комплексе на входной группе, если кто интересуется мини-футболом, есть расписание домашних игр. Страницы есть и на сайте Ассоциации мини-футбола России. И, одним словом, перспективы есть. Там есть и наш местный игрок. Поэтому мы надеемся, что футболисты спортивной школы будут укреплять, пополнять эту команду. Мы надеемся на то, что наше сотрудничество будет продолжено. Они нацелены, конечно, на Суперлигу и борьбу в самом верхнем, так сказать, элитном эшелоне мини-футбола. По поводу большого футбола я бы не был так оптимистичен. Поэтому это разговор для специалистов. Пока не буду об этом говорить. Не готов. Потому что любое развитие здесь... Мы не вкладываем деньги в эту команду. Мы ее поддерживаем. Предоставляем площадку на льготных условиях для тренировок, для домашних игр. И мы рассчитываем на то, что ее будут поддерживать как нашу местную команду болельщики. Это всегда приятно. Вы обратите внимание, сейчас мы приглашаем на бесплатной основе. А хотелось бы, чтобы пополняли бюджет нашего учреждения, универсально-спортивного комплекса, нашего манежа. Мы пока это делаем для зрителей бесплатно, для команды, естественно. Поддержка нужна. Да, поддержка нужна. Любая... Здесь, видите, команду содержит серьезный спонсор, хозяин. А мы большой футбол пока таких ярких, перспективных спонсоров, хозяев команды не видим. Ну, я думаю, перспектива в какой-то момент возникнет. Возможно, да. Потому что не может быть так. Потому что десятки команд играют и в летнем, там больше сотни. В зимнем 86 команд. Ну, в различных возрастах. Юноши 40 плюс 50 плюс там мужчины играют. У нас же есть и девичий футбол, понимаете, тоже на подходе. Понятно, что он менее массовый, менее серьезный. Николай Николаевич, прервемся. Вернемся в студию после небольшого перерыва и поговорим вновь о темах, которые сегодня обсуждаем. Спасибо. Ну, мы вновь в прямом эфире общаемся, напомню, с председателем комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Николаем Павловым. Так, в продолжение этой замечательной темы нашего такого уже основного, наверное, легендарного спорта футбола. Я так понимаю, что мероприятия ждут, ждут зрителей. В пятницу и субботу. Одна восьмая Кубка России. Приходите, играет наша команда. Поддержите. Универсальный спортивный комплекс. Поддержите нашу команду, они будут рады. Да все будем рады, работники спортивной отрасли, поскольку для нас большим удовольствием видеть, когда трибуны заполнены, когда спортивные площадки заполнены, когда у всех людей радостные лица, когда наши команды побеждают, борются за победу. Приходите, ваша поддержка очень нужна нашим футболистам. Пятница и суббота. Ну, отлично. Это замечательное времяпровождение, да? Можно запомнить вечера, я думаю, будет здорово всем. Важный аспект комитета, тем, чем занимается комитет, это молодежная политика. Сегодня молодежь, сегодня это будущее. И то, что сегодня закладывается, то, что сегодня делается, это перспектива развития государства, ну и в частности, конечно, нашего городского Круга Щелкова. Активная молодежь сегодня. Они активно участвуют в мероприятиях. И наиболее, наверное, важно то, что мероприятия проходят в рамках форумов. Для них организуются эти форумы. Давайте об этом поговорим. Давайте. У нас на самом деле очень активная молодежь Щелкова. Это радостно. Московская область, Россия проводят различные форумы. Таврида, мы знаем, да? Я гражданин Подмосковья, наверное, знают все, даже и не только, так сказать, молодые ребята, но их родители, бабушки и дедушки слышали об этом. Они проводятся в течение уже долгих лет. У нас в прошлом году, прошедшем году, прошедшем сезоне, свыше тысячи человек участвовало в этой форумной кампании. В лагере молодежного актива, который мы в Щелково проводим, и весной было порядка 90 человек. И вот в осеннюю смену 90 человек участвовало. Ребята проходят серьезный отбор для учебных. То есть еще не все могут участвовать? Нет, конечно, заявляются, но мы должны проверить, насколько они смогут воспринять ту программу. Она насыщенная, работают с 9 утра до позднего вечера. К ним приезжают спикеры, предлагают различные формы активности. Они участвуют в разработке проектов. Причем проекты не просто на бумаге. Мы их ориентируем на конкретику, на привязку к земле и на идею реализации этого проекта на территории городского круга Щелково. Вот если ребята проходят этот отбор и едут участвовать в лагере молодежного актива, они все уезжают с багажом знаний из лагеря и с хорошими эмоциями. Мы получаем в ответ наш актив. Мы не прекращаем работу с завершением лагеря. У нас остается большое количество ребят, которые являются уже активами наших молодежных учреждений. То есть они в перспективе могут и трудоустроиться, я так понимаю? Мы мечтаем об этом и трудоустраиваем тех, кто наиболее отличился. У нас не огромное количество молодежных учреждений. И вместе с тем у нас есть Екатерина Амельченко, она работает в «Навигаторе», руководитель местного отделения экологической организации областной, местной. Она стала сотрудником «Навигатора». У нас Максим Горюшкин, который занимался развитием «Килы». Хороший вид, так сказать, народного творчества, будем так говорить. Народного спортивного творчества. Поскольку пока еще это не вид спорта, но в перспективе мы надеемся. «Килы» – это такая древняя разновидность регби. Ну, конечно, 12 век, вспоминают люди. С тяжелым мячом, активное противоборство на площадке. Такая игра, я скажу, не для слабаков совсем. Не для слабаков. Вот он занимался у нас этим, был сначала сотрудником учреждения. Сейчас директор клуба «Ровесник». Поэтому любой имеет возможность сделать карьеру. Нужно только желание и проявить себя активно в разработке проектов и в их реализации. У нас волонтеров 700 человек. Те, которые участвуют не только в спортивных мероприятиях, но, казалось бы, да. Спорт, молодежь. Мы привлекаем волонтеров на безвозмездной основе. Да, на спортивных, да, на культурных, да, на общегородских мероприятиях. И работают они не только в центре города, но и в поселениях. Огромное спасибо нашим учреждениям среднего профессионального образования, нашему Щелковскому колледжу. Огромное спасибо колледжу экономики и права. Одним словом, всем тем, кто причастен, кто сопричастен. Ребятам огромное спасибо. Поскольку в любое время, в любую погоду они готовы прийти на помощь к нам. Ну, это очень важно. Да. Вы знаете, вот эта отзывчивость, очень человеческий момент. Это нужно воспитывать, нужно это продвигать. И потому что это действительно, наверное, основа гуманистического общества, на чем мы сейчас стоим. И, по сути, на чем зиждется действительно мир. И очень важно, что волонтеры сегодня. Хотелось бы, конечно, чтобы поддерживались эти организации, конечно, и развивались, несомненно. А в нашем лагере «Юноармейц» проводится, на мой взгляд, удивительный тоже фестиваль. Это слет молодежного актива. Лагеря молодежного актива. Лагеря молодежного актива, куда приезжают порой очень интересные спикеры, опять же, проходят интересные мастер-классы. Чья была идея? Как это реализуется? Насколько откликаются сегодня молодые люди на вот это мероприятие? Да. Вот на весенней смене лагеря молодежного актива «Юноармейца» приезжал Никита Ефремов Александр Дзюба. была посвящена театральному творчеству, год театра, поэтому как бы вот такую решили историю развить. И на самом деле любая смена, она имеет свою направленность. Тематику. Тематику. Мы готовились к выборам. У нас была тема лидерства. Вот в этот раз осенью, вот буквально на днях завершилась смена лагеря молодежного актива, лаборатория успеха. Вот о чем я говорил. Лидерство, творчество, волонтерство. Различные были лаборатории. В этих лабораториях с нашими приглашенными звездами мы разрабатывали проекты. Ребята получали необходимые навыки, умения оттачивали. Ну и они попытались найти свое место в жизни, ну хотя бы направление, вектор получили, задали. Это очень важно. К чему стремиться? Ну найти себя, потому что понятно, что ребята, которые пришли в колледж получать профессию, понятно, что многие будут развивать и находить себя в выбранной профессии, развивать, оттачивать свое мастерство, world of skills. Помните, да, у нас есть победители в областном этапе, во всероссийском этапе. Одним словом, у нас Щелковский колледж в этом отношении. Прямо молодцы, молодцы. Ну вот. А как не похвалить-то? Потому что ребята действительно. Но есть те, которые еще мечутся. Мы сейчас взяли на эту смену на осеннюю, попробовали взять ребят из школ. Те, которые еще не определились. Те, которые, ну старшеклассников, конечно. Те, которые только пытаются для себя найти путь. Совершенно верно. Потому что у многих, наверное, есть уже мечты. Уже и готовятся, и ЕГЭ там выбирают свои какие-то направления. Ну, не без помощи родителей, безусловно. Но лишний раз протестировать свое, так сказать, свой выбор. Да. Очень важно. Нужно. Думаю, что имеет смысл. Для наших участников этих смен, ну стоит добавить, наверное, для всех, это участие абсолютно бесплатно. Надо только пройти отбор. Вот этот, очень интересно все-таки, как этот отбор проходит, какие критерии. То есть это все-таки личная заинтересованность ребенка? Всякий раз, да, конечно. Всякий раз на страничке молодежного центра «Навигатор» выкладываются требования. Вот, что необходимо, значит, для того, чтобы пройти этот отбор. Да. Там фотографии, какое-то портфолио, какие-то рассказы о себе. Ну и потом личные собеседования с экспертами, которые уже потом определяют, годен, не годен. Понятно. Это очень важно, этот момент, что люди могут заранее, так сказать, оценить себя. Конечно. Оценить себя, понять немного, куда двигаться дальше. Никто не отвергается в конечном итоге. Просто всем говорим, что есть определенные лимиты для этого лагеря. И поэтому, ну все-таки конкурс он стимулирует. Да. И подстегивает. Подстегивает. Звоночек у нас еще есть в студию. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Стесняются. Так, мы слушаем, да, вопрос? Алло, алло, вы в эфире, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Молчат, наверное, да, может быть, звоночек не поступит. Ну что, попробуйте еще разок, может быть, попозже. Ну а я хотела бы в продолжение темы задать вопрос все-таки о трудоустройстве. Вот сама лично с этим моментом сталкивалась, когда заканчивала школу, хотелось все-таки устроиться. Ну, часто молодежи хочется заработать денег, да, ну, на свои какие-то личные расходы и так далее. Сегодня в городском округе Щелково предоставляется ли молодежи работа? И какая это работа, и как ее получить? Мы говорим о временном трудоустройстве молодежи в возрасте там до 17 лет. Это вот мы четко пока говорим об этом. Значит, да, есть такая возможность. Мы в «Ровеснике» имеем отделение, где ведется трудоустройство, временное трудоустройство подростков на различные работы по хозяйству нашего городского округа Щелково. Очищаются реки, озера, выезжают экологические бригады в леса. У нас имеется серьезный там звездный поход. Это накануне праздника Победы ребята участвуют в уборке памятников героям погибшим в годы Великой Отечественной войны. Одним словом, достаточно серьезная работа, но она не бесплатная, естественно. Ребята работают летом достаточно много, там 4 часа, да, по осени и по весне. Несколько меньше времени они уделяют работе, но вместе с тем есть и возможность и весной, и осенью тоже трудоустроиться. Там мест поменьше рабочих, поскольку основа основ это летняя занятость подростков. 500 у нас 2 человека летом было трудоустроено в этом году. Ну а так всего в 2019 году мы планируем трудоустроить больше 669, потому что цифра уже на сегодняшний момент есть. Про зарплату можно узнать? Да, зарплату я сейчас скажу, у нас есть такая цифра. Летом 9300, ну 44 рубля. А средняя заработная плата весной и осенью, ну соответственно в 2 раза меньше, потому что и время рабочее меньше. 4 648 рублей. Ну 10 тысяч рублей для подростка это 9. На кино хватит. И даже на мороженое. И даже на мороженое. Звоночек еще раз попробуем в студию принять. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте. Алло, слышно меня? Да, вас слышно, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер. Добрый. Ну, гости, наверное, уже в полном объеме ответят на наш вопрос, который бы я хотел задать. Но вот мы сейчас с женой слушаем, и, к сожалению, в августе месяце мы так и не смогли своего ребенка устроить. Были жуткие очереди. Мы писались, но так и не устроились. О, как нам все-таки поступить на следующий год? Спасибо. Спасибо. Очередь действительно есть. И вы услышали, что план, который нам дают, это 500 с небольшим, 568 человек. Дело в том, что план диктуется еще и областным центром занятости. Они софинансируют эту заработную плату. И часть заработной платы финансирует бюджет городского округа. К нашему несчастью он не безграничен. Надеюсь, что активная молодежь будет целенаправленно развивать бизнес в Щелкове, активно пополнять работающих в Щелкове. И наши работодатели будут ответственным. И все будет в белую платиться, чтобы потом обеспечить активное долголетие. И тогда налогооблагаемая база в Щелкове будет больше. И возможно выделяться средств для временного трудоустройства подростков. Средств будет больше. И тогда мы сможем удовлетворить всех. Мы в этот раз нашли резервы, увеличили на 100 человек. Но, к сожалению, возможности не безграничны. А что необходимо, если не получается, телефон я уже называл 676-26, очереди все равно не избежать. Люди занимают заранее это. Ну, здесь все в порядке живой очереди. Надо собирать документы заранее. Они все время одинаковые. На страничке ВКонтакте ровесника они имеются. С директором переговорить, пообщаться. Это большой плюс тем, кто активничает в молодежных учреждениях. Наверняка они смогут, так сказать, извините, по-хорошему, по блату появиться. Почему бы нет? Надо в активе быть этих учреждений. Навигатор, ровесник. Тогда, я думаю, не будет никаких проблем с трудоустройством, временным трудоустройством ребенка. Активность важна во многих аспектах. И в жизни, и в трудоустройстве, и во всем. Потому что без нашей активности, наверное, ничего происходить не будет. Но в конце концов, человек хозяин собственной судьбы. У нас времени остается немного, но в общем и в целом хотелось бы сказать, что наблюдаемая работа, которая идет, это привлечение людей к спорту, к здоровому образу жизни, вакцинация вам в помощь. Мы тоже об этом говорим. Ой, вы знаете, вот сейчас завезли новую партию вакцины. Мы вас, ну, убедительно просим. Призываем. Если есть желание и возможность. Призываем. Сходите. Провакцинируйтесь. Да, раньше говорили, что, ну и сейчас говорят, и это справедливо говорят, что необходимо до начала эпид-сезона и так далее, и так далее. Можно и сейчас. Никто не запрещает. Ответственные врачи нам говорят, можно вакцинироваться. Поэтому надо сходить, пройти эту процедуру, стать здоровыми, не стойкими к всем вызовам и вирусам современности. Поэтому очень важно. В любом случае, спорт нам в помощь, здоровый образ жизни нам в помощь. Ну и в конце концов, хорошее настроение, которое мы сами должны в себе поддерживать. Что себе нарисуешь в воображении, то и будет вас сопровождать по жизни. Поэтому, если мы стремимся к здоровому образу жизни, надо к нему стремиться. Вот я себе говорю, вот иногда хочется вызвать такси. Ну, имею я возможность вызвать такси. Но я ее не вызываю. По городу хожу пешком. И все время, ну в шутку, мне говорят, ну вот дождь, там снег. Я говорю, мне Лео Бакерия сказал. 10 тысяч шагов. Конечно, мне Лео Бакерия ничего не говорил. Я с ним знаком только по публикациям, по выступлениям на телевидении. Но я знаю, что чем больше мы ходим, тем лучше. В движении вся жизнь. Тем более, что в нашем городском округе для этого создается все условия. Я благодарю вас. Спасибо огромное. За замечательную и интересную беседу. Ну и, собственно говоря, до новых встреч в прямом эфире на Щелковском программе «Диалог». Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»